Престарелые родители выгнали дочь с тремя внуками на улицу, сменили замки и не открывают двери. Наш корреспондент Анастасия Шкитина попыталась разобраться в сложных семейных отношениях. Еще недавно Татьяна с тремя детьми жила в родительском доме. Бабушка с дедушкой нянчили внуков, а потом переписали трехкомнатную квартиру на старшую дочь. Бабушка со мной ходила там, куда-то брала с собой. Дедушка тоже с братом хорошо относился. Все время чинил с ним что-то. Теперь, по словам многодетной матери, ее пытаются выжить из квартиры. Родители постоянно жалуются в полицию, внуков обвиняют в воровстве и зачем-то хотят лишить Татьяну родительских прав. Я считаю, что она отличная мать. Вот в этой же ситуации она и занимается и детьми, и везде отбивает все эти нападки. Выиграла суд, отбила своему ребенку однокомнатную квартиру и в дальнейшем не унывает и дальше двигается. Это я считаю, что уникальная мать. Сейчас многодетная семья ютится в маленькой полуторке. Это жилье выдали сыну-инвалиду Татьяны. Тем временем бабушка с дедушкой уже сменили дверные замки. Забрать все свои и детские вещи многодетная мать не успела, а когда пришла за одеждой ужаснулась, пенсионеры вещи испортили. Вот это то ли масло, то ли что, вот сейчас испачканно, шапку нашли там. Вся в земле, она вся эта, только выстирана была шапка. Чтобы попасть в родительскую квартиру, женщине приходится вызывать оперативников, ведь Фемида признала ее право на проживание в этих апартаментах. Ну, возможно, вообще не откроют они. Так каждый раз попадаем. Постоянно ругаются, дерутся. Постоянно вот эти двери долбят. С ночи придешь, не поспать, ничего. Вообще кошмар. Достучаться до пожилых родителей женщине так и не удалось. Татьяна уже написала заявление в полицию, ведь скоро у нее родится четвертый ребенок, а ютиться в 29 квадратных метрах невыносимо. Анастасия Шкитина, Наталья Юртова и Александр Бурков, 31 канал.